Мне задают замечательные вопросы, как твоя реклама работает? Я говорю, она работает, она реально работает. Как правило, задают такие вопросы мне еще и продавцы автомобильных запчастей. Хотя, по сути, я вам сейчас объясню, что вот везде, где и все, я город Магнитогорск прекрасно знаю и понимаю, что люди-то в принципе все абсолютно одинаковые. То есть, когда мы говорим, что у нас слишком большое количество запасных частей, я говорю, да нет, все те же самые люди, ничего не поменялось. И вот вопрос возникает, где самые дешевые запасные части? Хорошая тема. Ну, в связи с тем, что я работаю в интернете в том числе, я заказываю запасные части в Санкт-Петербурге на свою машину. Но в отличие от вас, всех остальных товарищей, дело в чем-то заключается. Я начал машинами заниматься тогда, когда мне было чуть-чуть старше, чем моему сыну, представляете, да? Хотя, вот, и в его возрасте я первую машину свою проколол, даже чуть раньше, в три года. Но он начал за рулем ездить чуть раньше, когда ему было полгода всего. Он сейчас-то ездит, естественно. И я в действительности знаю, как все это сделать и знаю, как все это поменять. Знаете ли это дело вы? В этом я сильно-сильно сомневаюсь. В связи с этим я не хочу никого кормить. Но не все так работают, как я. Кто-то не понимает, что такое машина, и как она составляет, и что из нее делается. И мы сегодня поговорим об одной замечательной вещи. То есть люди купили себе, точнее, они взяли себе в аренду место, где они будут это все дело ремонтировать. И возникает вопрос. Им не хочется, что вы напрягались и по деньгам вас каким-то образом, это доставляло ваш дискомфорт. Они открыли свой магазин. Где магазин находится? Вы прекрасно понимаете, где я нахожусь. Да, этот выезд в сторону, получается, северных цехов. Здесь поворот на Белорецкий. Вот сюда мы заходим. Мы когда-то здесь вам тоже какое-что демонстрировали. Но пока люди еще не в состоянии вам это сделать. То есть здесь находится тот самый магазин. И вы, если приехали, и вам что-то необходимо поменять, приедете сюда и купите себе все то, что стоит дешево. Потому что нет смысла зарабатывать. Тем более, когда несколько. То есть вам ставят запчасти, вы покупаете запасные части здесь и ездите на своей замечательной машинке. Но вот вы там и сидите. Умные люди выбирают телевидение. И у умных людей все хорошо. Снизили цены, добавили скидки. Понятен результат. Здесь все правильнее. Странные люди сидят и ждут клиента. А умные его переманивают. Вот такие мысли у меня и родились. И достаточно давно. Итак, мы говорим о том, что вы не только продаете запасные части. Потому что по одной простой причине. Мой сын уже давно понимает, как делать колеса. Конечно, он еще молодой. Но тем не менее, рано или поздно, может быть, я ему куплю. Почему нет? То есть я посмотрел. У вас есть практически все получается. И для ремонта автомобиля в том числе. Ну да, в принципе. В основном все есть. Как бы грузики, как бы жгуты, в принципе. Ну, для первой необходимости, в принципе, все есть. Ну и так дополнительно уже ассортимент немножко расширяем. Я прекрасно понимаю, что гораздо проще у вас машину отремонтировать. Потому что тут еще и скидка будет. Ну да, в принципе, как бы есть скидка. Есть и, как ее, также доставка есть бесплатная от трех тысяч рублей. В принципе, так же, как и на шиномонтаж и на автозапчасти. Давайте все-таки в процессе скидки определимся. То есть, ну, редкая работа стоит меньше тысячи рублей, правильно? Ну, такого не бывает. Ну, не получается. Если тем более что-то надо. И эта скидка 100 рублей. А если больше, то же больше. Естественно, скидка будет гораздо больше. В принципе, в зависимости от сложности работы, от суммы. Там уже будет, естественно, меньше. А мы говорим про цены. Как они у вас? Ну, цены, в принципе, приемлемые. Просто в городе есть такая штука. Я прекрасно знаю, что, допустим, самый простой вариант для меня купить через интернет. Потому что у интернета свои преимущества в отношении, как к ebay. То есть, они берут больше, растамаживают подешевле. И получается, что дешевле, чем ebay. Я прекрасно понимаю. У вас тоже самое? Ну, в принципе, как бы да. Но мы, как бы, не задираем, как бы, цены. Как бы, магазин, как бы, только что, как бы, открылся. Ну, и, в принципе, в дальнейшем мы не планируем, в принципе, это делать. Кстати, лох конторы. Про лохов. То есть, про вас. Везде втирают цены на масла. Но, простите, 75% масел делается в России. Мало того, вы цены на нефть видели? Она в два раза рухнула от соточки. Какие нафиг цены на масла? Было бы раньше. Тупо в рыльце и отвал. А куда идти? Да вот сюда. Когда мы говорим о импортозамещении. Пункт номер один. Нигде в мире вы не найдете все подряд. То есть, ни в одном месте нет полностью импортозамещения по полной программе. Поэтому, извините, такой штуки не получается. В тот момент, когда вы берете запасные части на автомобиле. Такого не может быть. Но, тем не менее, Россия тоже хороша. И уж поверьте мне, то, что было 25 лет назад, то, что сейчас две, абсолютно большие разницы. Мало того, здесь, допустим, продаются запасные части, сделанные в России. То есть, колеса, масла здесь продаются, сделанные в России. Поэтому, никто не говорит, что это какие-то сумасшедшие ценники. Абсолютно нет. Кроме всего прочего, мы вам показываем замечательную штуку под названием ГРАС. То есть, очень много всяких штук. Они делаются, если я не ошибаюсь, они делаются в Волгограде, по-моему, да? Да, Волгоград. Город Волжский, кстати. В Волжском, в отличие от Сталинграда, немцев не было никогда. Другой берег реки. Ну, это вы должны просто посмотреть. Если вы знаете, что такое история. Вот. Пожалуйста. Видите, сколько всего? Всякого, разного. Делается все дело в России. Вообще-то, хоть и прошел жизненный цикл, но понять-то мы должны. Время прухи закончилось. Сейчас остатки губеров и олигархов посадят, и вы будете работать на результат. А зная нашу большую и даже самую большую территорию, результат у вас будет. Мне вот люди говорят, что, а давайте сольем масло, и ваш двигатель будет работать без масла и без форсана. Ну, без форсана это вряд ли. Насколько я понимаю, насколько я знаю. Ну, километров сорок, если даже я где-то пробил в лесу под дом, вышло масло, всегда я до города доеду. И это будет неощутимо и безболезненно для машины. А вот люди говорят, что давайте сольем масло, и оно будет работать. Просто. Ну, оно будет работать минуты две, ну, три. И все. И все, и ты попадаешь на капиталку. Это уже доказано, это уже миллион раз люди пробовали. Ну, зачем изобретать велосипед? А где вы все это дело обрабатываете? В данном серфисе я уже не первый год. Не первый год мне ребята ремонтируют. Что нравится? Я приезжаю сюда без запчастей, без масла, без... Я вообще ничего не приобретаю. Мне делают диагностику. Говорят, что уже пришло к замене. Говорят, к чему надо готовиться. Здесь же я делаю заказ. После чего ребята оплачивают все мои запчасти. Я приезжаю, они мне устанавливают. Я рассчитываюсь. Еще экономия есть. Я, да, экономия, сроки, меня это устраивает. Я не мотаюсь по городу, не ищу запчасти, масла. Все у них там в компьютерах, все у них по каталогам, все мне находят. Меня это очень устраивает. И находится это практически в центре города. Советская 70. Приезжайте. Я рекомендую. А как вы хотели. Российская империя тем и славилась. Что не обладая каким-то потенциалом мы работали. И по сути всем уродам от общества мы так надавались, что понятен результат. Кто к нам с мечом и щитом придет, того на щитей унесут. То есть вот здесь вы все и делаете? Ну да, в принципе, и здесь все и делаем. Вот в этом автосервисе, в этом боксе. То есть куда ехать? Советская 70, в принципе. То есть здесь вы ставите и Форсан, в том числе, кстати, насчет Форсана. Просто мне люди говорят, что Форсан не надо ставить. А, типа мы и так его заведем. Так ли это? Не, ну в принципе, завести-то можно. Но Форсан, он, как правило же, это нано-керамика. Он улучшает работоспособность двигателя и предотвращает его поломки. То есть мы говорим о следующем, да? Вы можете завести свой двигатель без масла. Сколько он поработает? Две минуты, а потом до свидания? Две минуты, и тогда потом он заклинит. Сколько ваш двигатель работает без масла? Просто слили, поставили и посмотрели? Ну, час-две. Час-два где-то работает без масла. Вот как-то так и получается. Здесь грамотно работают и не хотят вас грузить ничем. То есть есть запчасти, есть результат. И в действительности вы экономите. Даже просто приехав сюда переобуться или поменять колодки на сдачу и на Форсан хватит. Ну и все прекрасно понимают, где необходимо вам залить Форсан. Форсан вещь очень хорошая. То есть, по сути, конечно, и в Америке, и в Европе, и в Китае. Везде есть те люди, которые помогают вашему двигателю работать. Поэтому не надо говорить и покупать там ЕР-ку, допустим. Да, хороша. Она крутая. Но в отличие от ЕР у нас тоже все это делается. И тем не менее, чем мы ранее занимались, да? То есть, ранее наши двигатели ходили. И тогда, когда бензина-то и не было. Помните, в 34-ке? Вторая мировая война. Двигатели не ломались, по сути. На дизеле ходили. Дизель тогда был веселенький. Но тем не менее, все ходили. И тем не менее, мы выиграли Вторую мировую войну. То же самое. Ничего не поменялось. Мы сейчас начинаем заниматься. И у нас сейчас есть те вещи, которые вам необходимы. И одна из этих вещей – Форсан. И где вы все это можете залить? Да здесь, на советской семье. Вот за моей спиной приезжаете и заливаете.